Это не просто манекен, а специальный тренажер. По легенде учений, возле железнодорожного вокзала произошло столкновение. Пострадали пять человек в пассажирском микроавтобусе, а также водитель легкового автомобиля. Главное, это время реакции городских служб. Последняя спецмашина прибывает на место через 8 минут. В подобных случаях, с учетом местоположения, положено укладываться в 10 минут. На месте сразу два автомобиля скорой помощи. В распоряжении медиков сегодня такие аппараты для закрытого массажа сердца. Данная техника освобождает одного из специалистов, и он может уделять больше времени манипуляциям, которые может сделать только человек. Наиболее тяжелый пациент с многочисленными переломами фиксируется внутри специальной надувной подушки. ДТП фактически ежедневно. Бывает и несколько ДТП в день. Но, слава богу, с таких вот тяжелых, как на учении мы сейчас изображаем, отрабатываем, нередко. В основном, травмы идут при ДТП легкие, поскольку скорость в городе небольшая, это позволяет избежать серьезных травм. Хочу обратить внимание, это взаимодействие служб, то есть работали без суеты, каждый знал порядок своих действий, алгоритм нигде не был нарушен. Все реанимационные действия соответствуют требованиям медицинских показаний. Безопасность на дорогах обеспечивали правоохранительные службы ДПС и сотрудники полиции. Мы не привлекали нормативный протокол по полиции, потому что отрабатывались учения. В соответствии с регламентом спасательных служб они выполнили задачу, но я думаю, что с оценкой не ниже хорошо. Учения прошли в условиях максимально приближенных к реальной обстановке. Один из выводов – резервы для сокращения времени подъезда специальных машин еще есть. Над этим будут работать. Также одна из главных задач – призвать к соблюдению правил дорожного движения и внимательности на дорогах.